Привет подписчикам и зрителям этого канала, я Челик, и сегодня у нас впервые еда из спортивного аниме. И как вы понимаете, это... Все благодаря комментарию, где попросили приготовить булочку со свининой из одноименного аниме «Волейбол». Честно говоря, смотрел давно и уже не помню, что же там за булочка такая. Если у вас такая же плохая память, как у меня, то вот отрывок. Суга-сан, дайте-сан сказал, что угостит нас булочками со свининой. Да, Хината. Ты че жрешь все сразу? Бао-дзы представляет собой небольшой пирожок, приготовленный на пару. В качестве начинки могут использоваться как мясные продукты, так и растители. Приготовленные на пару. На пару. Пару. Хм, должно сработать. Первым приготовим тесто. Для этого слегка нагреваем воду и наливаем один стакан. В него добавляем столовую ложку дрожжей и столовую ложку сахара, чтобы дрожжи могли перекусить. Спасибо. Перемешиваем и убираем на 15 минут. Я возьму два стакана муки, высыпаю в глубокую миску и постепенно, помешивая, добавляю в нее дрожжи. Мешать буду палочками, словно настоящий азиат. Пока мука не впитает воду, достану силиконовый коврик, а липкое тесто присыплю немного мукой и начну вмешивать на протяжении 10 минут. Однородное тесто скатываем в шар и отправляем обратно в миску. Накрою пищевой пленкой или полотенцем и уберу на 1 час, пока тесто не поднимется и не удвоит свой размер. В это время я приготовлю начинку. Возьмем лук и имбирь и очень мелко, мелко нарежем их. Добавляем фарш, стручок лука и небольшой кусочек имбиря. Далее столовая ложка соевого соуса, чайная ложка соли и такая же сахара. Пикантный вкус придаст столовая ложка устричного соуса и пару капель кунжутного масла. В роли загустителя кукурузный крахмал. Две чайные ложки соединят начинку воедино. Перемешиваем и убираем в холодильник на 20-30 минут до готовности теста. О, а вот и самый голодный пришел. Час прошел и тесто неплохо так увеличилось в размерах. Структура очень липкая, поэтому добавлю немного муки. Лишнее убираем в сторону. Тесто вымешиваем, чтобы убрать лишний воздух. Делим на две части, одну убираем в сторону, а вторую выкатываем в колбаску. Далее тесто делим на более-менее ровные части. Технология здесь простая, если набить руку. Но если вы новичок, как я, то придется немного попотеть. Суть в том, чтобы выкатать края, а середину оставить толстой. Чем тоньше получится, тем вкуснее, но это я на свой вкус. И в идеале, чтобы у вас получился круг, а не прямоугольник. Я насмотрелся гайдом по скручиванию булочек бао-цзы, и мои ожидания были такие. Ну а вот реальность. Хочу заметить, что ко второй и третьей булочке появляется смелость в руках и начинает немного получаться. Далее из пергаментной бумаги нужно вырезать вот такие квадратики, на которые будем укладывать булочки. Заливаем воду. Вода не должна касаться дна пароварки. Закрываем крышкой и оставляем на 15-20 минут. Это в моем случае. У вас, может быть, получится быстрее. Важно! Как время пройдет, не открывайте крышку. Выключите газ и оставьте булочки на 5-7 минут доходить. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Открываем крышку и запах, кстати, такой себе. Минус этой дешевой пароварки, это ее диаметр, так что влезает всего 5 таких булочек. Одну я специально сделал немного открытую. Читал, что так получается вкуснее. Вот и заодно проверим. Берем одну. Ух, горячая. Разрываем, а внутри у нас настоящий пельмень. Вместе с бумагой дно отлетело. А на вкус нечеток. Мягкое тесто, сочная начинка. Можно было бы улучшить, если сделать тоньше тесто. А так вполне. Читал, что в Китае часто едят такие булочки. И берут в школу, на работу, подают в отелях. Так что популярное блюдо. Пробуем були открытые. Ммм, да он такой же. Никакой разницы. А на этой ноте будем заканчивать. Спасибо за просмотр. Давайте больше своих идей в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok